Итак, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать, мы с вами продолжаем играть в такую великательную игрушечку, как Факториум. С момента прошлой записи прошло еще какое-то время, я занимался тем, что просто планировал базу, я пока не приступал к ее строительству, и примерно вот такая вот у меня схема получилась по планировочке. А именно, здесь у меня производятся вот такие вот наши микросхемки, то есть у нас с главной шины забираются медь и железо для того, чтобы в таких вот цехах производить вот эти самые зеленые микросхемы. По моим подсчетам, в принципе, вот такой вот планировки наиболее хватает для того, чтобы забирать практически все ресурсы этого конвейера, поэтому даже мне не хочется как-то это все улучшать, и поэтому пусть это остается именно вот таком вот образом. И все микросхемы, которые здесь крафтятся, у нас будут идти на нашу главную шину. Возможно, в будущем я сделаю ответвление сюда, но пока я не вижу в этом особого смысла, и пока меня все устраивает именно в таком вот варианте, как это здесь все устроено. Здесь же я немножко распланировал базу всего, так называемую. Я не искал особо разных вариантов в интернете сети, хотя я уверен, что есть куча вариантов уже готовых, поэтому я попытался сделать что-то свое, используя только те ресурсы и предметы, которые мне понадобятся в дальнейшем. Например, здесь у меня крафтятся виды манипуляторов, которые у меня есть, здесь у меня крафтятся буры и верстаки для крафта, ну а здесь обычные предметы для логистики, которые я перенес вот из этого нашего уголка. Сейчас же давайте начнем заниматься тем, что будем заполнять вот эту часть нашей схемы. Я думаю, что ничего, естественно, в постройке вот этого нету, и все ресурсы, которые здесь располагаются, они базовые по факту, и нужно лишь верно подобрать здесь пропорции, в остальном все здесь легко. Ну а также, в принципе, я забыл сказать, что у меня закончились все исследования, которые требуют только красных полбочек, теперь у нас любое исследование требует еще и зелененьких. Но зелененькие схемы мы, к сожалению, пока что не производим в автоматическом режиме, но я думаю, что в этой серии у нас все получится, и в этой серии мы к этому замечательно приступим. Пока, к сожалению, мне приходится использовать вот такие вот древние наши опоры Lab, за неимением лучшего, но впоследствии, я думаю, у нас все это успешно заменится. Сейчас цех по производству проволоки я завершил, и осталось мне лишь сделать цех по производству самих микросхем. Да, здесь в планах я забыл разместить вот эти вот длинные манипуляторы. Но получается то, что все, несмотря на большое нагромождение вот этих вот самых проводов, у нас вот этот вот единственный цех по производству наших микросхем здесь завершенный и успешно стоит. Это замечательно. Теперь мы можем начинать производить в базовой хотя бы вариации вот эту вот ферму всего. Правда, для этого потребуется еще большее количество ресурсов в плане вот таких вот небольших наших манипуляторов, но ничего страшного, я думаю, что мы все с вами сможем и все с вами преодолеем. В идее я построил все, что мог, на что хватило у меня ресурсов из моего собственного крафта. И получается, мне осталось лишь подключить это все к нашей электросети максимально красивым образом. Я надеюсь, что у меня это успешно получится. И получается, хотя бы в базовом режиме у нас начало все это работать, и мне удалось хотя бы временным вариантом все у нас разместить. И остался, наверное, лишь один последний штришок. Это расставить сундуки, в которые это все будет у нас выводиться, и сделать так, чтобы все эти сундуки были ограничены у нас до одного слота. Получается, у нас все работает именно таким вот образом. Этот небольшой у нас цех получается по производству элементов логистики. Имеется в виду то, что здесь у нас есть конвейеры, которые производятся в основном режиме. И конвейеры участвуют в производстве вот этих вот наших сортировщиков подземных туннелей. И они идут либо сюда, либо сюда. И, соответственно, все эти три элемента у нас успешно производятся. Здесь у нас стоит такая вот базовая деталь, как производство банальных патронов. Поскольку лазерные турели, возможно, я и не буду использовать, и мне откроются они не скоро. Поэтому вот такие вот банальные патроны мне потребуются в гигантском количестве. И, пожалуй, даже одной строчкой мне будет их за глаза. Ну, а здесь же примерно такая же схема, как и с элементами логистиками, только с манипуляторами. Здесь у нас идут основные манипуляторы, которые участвуют в крафте и в этих, и этих манипуляторах. И все они здесь у нас успешно крафтятся и складируются в сундуки. Здесь же у меня банально производятся сборочные автоматы, которые потребуются в конских объемах. И вот эти вот наши буры. К сожалению, это все крафтит у нас не очень-то и быстро. Но, тем не менее, это хотя бы крафтится и хотя бы это производится. Предлагаю удариться на производство вот этих вот зелененьких колбочек. Ну и прежде чем начинать все это строительство, я бы хотел заняться тем, что вот здесь вот разместить вот такую вот зону полсортировки вот этих наших микросхем. Поскольку пока что у нас работает лишь один на них завод, поэтому сортировка здесь необходима, чтобы хотя бы все эти стороны конвейеров были у нас успешно заполнены. Для этих пакетов нам потребуются конвейеры и манипуляторы. В принципе, по две штуки сборочных автоматов на то и на то мне хватит. Давайте примерно сейчас прикинем, как это у нас все будет расположено. Нам по идее сейчас нужно только железо и микросхемы, потому что это участвует в крафте манипуляторов, а также конвейеров. Замечательно. Ну, в принципе, я начал уже производить наше базовое производство. Нам понадобится небольшой цех по производству на шестеренок наших. Здесь у меня дальше пойдет железо, а здесь пойдут микросхемы. И железо плюс шестеренки, получается конвейер. И железо плюс шестеренка плюс электросхема, получается у нас манипулятор. Я даже, возможно, сделал производство ресурсов запасом, но на самом деле это все у нас замечательно окупится. Получается, здесь у меня стоят два автомата чисто на манипуляторы. Здесь стоит два автомата чисто на конвейеры. Только единственное, что бы я хотел поменять немножечко, то что все у нас будет забираться с одного конвейера одинаковыми манипуляторами. Примерно вот так вот у нас в итоге будет все это выглядеть. Здесь у нас очень чудным образом забирается, получается, будут все микросхемы идти под землей, и манипуляторы смогут с подземных конвейеров все это у нас забирать. И все это сейчас у нас будет куда-то идти. Надо сейчас желательно это все вывести в единый канал. Все, получается, у нас идет в единую сеть. На эту сторону у нас, получается, будут попадать манипуляторы, сюда будут попадать конвейеры. И все это у нас будет краситься на четырех вот таких вот столах. Получается, здесь я уже использую наши быстрые манипуляторы, потому что у нас есть уже такая возможность. Получается, мне осталось только лишь подвести сюда необходимые ресурсы. Но прежде чем это сделать, я бы хотел немножечко кое-что изменить. А именно, это касается производства наших микросхем. Я забыл совершенно важную деталь, то что здесь необходимо, просто жизненно необходимо использовать уже быстрые манипуляторы. Потому что такие вот медленные манипуляторы банально не успевают загружать всю проволоку в наши вот эти вот заборочные цеха. И все получается, мы сразу увидим, как выросло производство по сравнению с вот этим, где используются обычные манипуляторы. Итак, давайте посмотрим. В принципе, вот эта вот у нас линия является загруженной, и в принципе с нее мы можем сейчас взять. И для того, чтобы нам взять, допустим, с третьей линии, мы должны немножечко поработать с вот этими тремя линиями. Мы должны построить здесь вот такое вот подземное немножечко производство. Здесь вот поставить банальный вот такой вот наш разделитель, разветвитель. И сделать вот такой вот ход. И получается то, что под землей у нас сейчас все выведется вот сюда. Но с железом примерно такая же ситуация. Я вижу то, что у нас примерно вот эти вот две линии забиты одинаково. Поэтому я могу примерно вот даже очень смело взять вот так вот с этой линии непосредственно все наше железо и отправить непосредственно наверх. И сейчас у нас получается, железо сюда дойдет, оно пойдет налево или направо. Направо у нас будут производиться шестеренки, а налево она пойдет, у нас будут производиться и наши конвейеры, и наши манипуляторы. И главное, чтобы сейчас меня начало хватать на всех пакетах, и чтобы с ними особо проблем никаких не было. Пока что я вижу только единственную проблему, то что мне в принципе не хватает особо шестеренок. Давайте попробуем решить эту проблему просто банальной заменой на вот такие вот быстрые манипуляторы. Тогда проблема у нас решится. Да, видим то, что нету нехватки по железноплитам. И видим то, что поток, ну да, достаточно увеличился поток этих шестеренок. Даже мы можем еще увеличить, потому что не все шестеренки успевают отсюда забираться. И все, проблема с шестеренками у нас решилась. Вот этих вот наших конвейеров хватает, манипуляторов у нас тоже за глаза хватает, все. Получается полностью автоматизированная добыча вот этих вот колбочек у нас готовая. Осталось лишь немножечко подумать над тем вопросом, как вот эти вот красные колбочки забирать отсюда, и как вот эти вот зеленые колбочки забирать отсюда. Это пока временное решение, потом впоследствии я, возможно, буду это все возить поездами или каким-нибудь более изощренным методом. Например, с помощью дронов. И опять-таки здесь вот таким чудным образом будем собирать все эти манипуляторы в единый наш поток вот таких вот лабораторий. И для того, чтобы лаборатории у нас все работали в едином потоке, нам нужно из лаборатории в лабораторию продавать излишки. Пока что одного манипулятора я думаю, что этого будет маловато, поэтому давайте поставим здесь заодно и сразу еще две штучки, чтобы у нас все это успешно справлялось. Теперь мы можем, получается, назначить с вами исследование. И первым, что бы я хотел, наверное, сделать, это изготовить продвинутую металлургию. И нам уже надо начинать заниматься металлургией в глобальном плане, хотя бы начинать производство стали. По факту мы можем сейчас парочку стали изготовить и в ручном режиме, думаю, ничего страшного из этого не произойдет. Для этого нам потребуется лишь поставить пару печек в единственном изгибляре, потому что других, в принципе, у меня нет. Поставить здесь парочку манипуляторов для загрузки нашего угля и сделать так, чтобы эти все печки были забиты сугубо нашим железом. И стали у нас, получается, теперь производятся, и мы теперь все это закидываем в наш штучок. Хотя бы в таком вот полуавтоматическом режиме пусть это все работает. Ну а дальше я уже буду вот этот вот цех по переплавке кардинально менять, он у меня будет гораздо больше и гораздо вот здесь вот. И это у нас случится, когда-нибудь мы уже дойдем до наших печек. Когда уже мы сможем полностью отказаться от вот такого вот способа добычи, то есть здесь сделаем полностью заполненное поле вот этими бурами. Когда сможем сделать не вот такие вот медленные конвейеры, а хотя бы конвейеры красного тира. Ну, кстати, вот случилось примерно то, о чем я говорил. У нас с железа, в принципе, все кончилось, которое было на линии конвейеров. А это все связано с нехваткой нашей линии по переплавке. Но, к сожалению, пока с этим я ничего сделать не могу, пока у нас нет лучших вариантов, как это исправить. Получается, вот этот полностью цех я наш завершил. По производству исследований у меня здесь примерно такое расположение, что у нас все пакеты идут сначала вот в эту линию, а потом из этих линий у нас идут сюда. Тем временем закончили продвинутую металлургию. И следом я бы хотел начать уже производство вот этой вот нашей логистики. Если бы я помнил, как они производятся, вот эти вот наши логистические системы второго уровня, то я бы уже назначил на них автокрафт наш. Ну, примерно будущее расположение буров я распланировал и даже успел здесь их разместить. Получается, что производство у нас вот этих наших руд готово в полномасштабном режиме. И сейчас мне осталось лишь подготовить производство железа в таком же полномасштабном режиме. В принципе, производство каменных кирпичей ничего сложного нету. Нужна лишь обычная печка, но не менее более лучшего варианта. И сейчас мне нужно наладить это самое производство. И пока мы опять-таки все это склонируем сугубо в наш сундук. Все, производство каменных кирпичей у меня замечательно налажено и все это нужно опять-таки для остальных печек. Пусть это у нас хотя бы в полуавтоматическом режиме работает. И если я правильно воспользовался шпаргалочкой нашей, то получается нам нужно по 12 печей на вот этот вот наш конвейер первого уровня. И первые наши цеха я планирую все-таки размещать вот здесь. Здесь вот наши, получается, печи будут стоять вот так вот и устремятся вот туда вот. Получается, сейчас я полностью разметил наш будущий проект по переплавке всего и вся в наших доменных стальных печах. В том плане то, что здесь у нас будет идти вся руда, а уже по бокам у нас будет собираться в единую нашу линию переплавленная наша руда в виде железных пластин. Последствии, когда я дойду уже до логистики второго уровня, я смогу, получается, дублировать вот этот вот весь цех вот сюда вот и дальше так продолжать практически до бесконечности. Осталась, наверное, самая важная деталь, это электричество, которое здесь у нас не подведено. Нужно, получается, нам как можно скорее изучать электростанции второго уровня. Детали мы можем уже, получается, производить хотя бы даже в полуавтоматическом режиме, но тем не менее мы уже можем ее производить. А значит то, что лэп второго уровня мы самим сможем разметить. Все, у нас получается вот эта вот наша линия печей с единой, с конвейером, и осталось только завершить саму линию печей. Ура! Наконец-то электроснабжение первого уровня у нас открыто. Это меня не может не радовать, мы пока сразу же начинаем автоматизацию второго уровня изучать с вами. И, наконец-то, мы с вами можем, получается, крафтить, да, вышечки и провода. Это не может меня не радовать, и это очень классно. Мы сразу же пойдем заниматься нашим цехом по переплавке. И осталось последний штрешок, такой самый маленький штрешок, пац, и все. Получается, практически целый ряд у меня печей начал свою работу. И посмотрите, это просто гигантская скорость, это классно! И сейчас я хотел бы немножко нарастить производство нашей стали. И вообще, наверное, желательно переделать весь этот цех, чем я сейчас успешно и займусь, наверное. Ну и примерно какой-то такой у меня получается цех по добыче нашей стали, потому что стали потребуются в гигантских каких-то объемах. Также у меня сталь запланирована на один из наших конвейеров, то есть именно вот сюда вот пойдет у нас сталь. Возможно, не все четыре, а просто два из них будут забиты сталью, ну а два остальных, возможно, будут забиты у нас продвинутыми процессорами, ну или пластиком. Я пока не особо точно определился. Но это будет явно видно потом. Ну, в общем, у меня тут стоит всего четыре печка по добыче стали. Пока, я думаю, этого маленького масштаба должно мне хватить. В будущем этот цех может расшириться, но, опять-таки, это временный вариант, и в будущем он гораздо будет больше и масштабнее. Кстати, что у нас там по электроэнергии? Мы с первой серии, по-моему, ей не занимались. Но у нас даже более чем хорошо. Мы можем производить 10, а потребляем всего 6 с копейками. Это очень супер. Я что понял? Несмотря на то, что на сталь требуется 5 железа, но стали создается дольше. Соответственно, мне кажется, примерно соотношение 1 к 1. Одну печь железа на одну печь стали. Поэтому даже сейчас, в принципе, можно заняться этим расширением. Ну, в принципе, таким вот замечательным образом получается целиком и полностью закончен вот этот цех по переплатке всего и вся. Но мы можем видеть то, что вот этот вот поток, который сейчас есть, он у нас остался примерно прежним, даже, возможно, уменьшиваться. Это связано с нехваткой в данной ситуации руды. А руды у нас только не хватает, потому что вот здесь вот стоит очень медленный, максимально медленный манипулятор. И с этим мы можем сделать лишь одно. Его заменить. Но замена будет производиться максимально быстро. В частности, мы можем видеть скорость красного манипулятора, в отличие от скорости вот этого желтенького. И получается, вот эта вот часть у нас уже дороги заменена чисто на красные линии. Невероятно, но вот этот вот маленький факт способствует тому, что вот эта вот линия у нас теперь тоже максимально, получается, будет уплотнена и забита вот этими вот железными рудными жилами. Значит, то, что железная руда вот эта вот будет доходить до самого конца, значит, то, что это все будет у нас переплавляться и идти более плотным потоком непосредственно вверх. Ну и, к сожалению, на такой прекрасной ноте мне придется закончить эту серию. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.